Собирают из вагона то, что идет к ним, и сдают в почтовые письма, которые нужно отправить дальше. Таких обменов за всю дорогу будет три. На станциях Ельничная, Муратково и Санкино. У вас окна здесь вообще открываются? Нет. Мы не можем их открыть, там же вторая рама и решетки. Без решеток нам тоже нет. Вагон служебный. Мы только можем верхние эти открыть. Вентиляция. Вентиляция. За окнами родные их глазу поселки. Сестры-почтальоны родились и выросли в одном из них. Потом переехали в город. В советское время узкоколейка переживала свой расцвет. По ней возили лес, в поселках жили работники лесопромхоза. Вот деревня Тимошина. Тут только в основном практически дачники живут. Может, несколько семей живет постоянно. На оставшихся станциях они, кажется, знают всех. Здороваются, обмениваются новостями. Не всегда хорошими. Завтра похороны. Да. Завтра в 12 у нас. Давай, давай. Залезешь? Залезу. Дам тебе бабушку с тренировки. Вкусный и сытный бизнес-ланч от 100 рублей в ресторане «Югус». Можно пообедать здесь, можно взять с собой. Ждем вас с 12 до 16.00. Проспект 50-летие Комсомола, 16. Телефон 2-82-67. 5 и 6 декабря во Дворце культуры имени Ленина состоится распродажа шуб. Норковых, мутоновых, из бобра. Пенсионерам скидки. Меняем старую шубу на новую. Оформляем кредит и рассрочку на месте. Дворец культуры Распадский приглашает. 16 декабря в 15 часов на концерт. Все начинается с любви. С участием муниципального академического хора «Триумф». Солист Олег Смолин. Из струнного ансамбля «Виола Классик». Справки по телефону 25107-6+. Классическая литература и произведения современников. Книги в красивых переплетах. Изящные елочные украшения из стекла. Необычные мягкие игрушки российского производства от компании «Будибаса». Наборы для экспериментов и творчества. Стильные ежедневники, авторучки, глобусы. И еще много отличных идей для подарков к Новому году. Все это в магазине книги. Проспект Коммунистический, 10. Поможем избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Анонимная консультация бесплатна. Оздоровительный реабилитационный центр «Олимп». Телефон 8 800 511 98 95. Звонок бесплатный. Круглосуточно. Наш путь для тебя. Днем и ночью. Мустанг. Такси твоего города. 6 0 2 0 2. Мустанг. Днем и ночью. Подписывайтесь на proyect. Конечно, поселки. Вообще запустение год от года все больше и больше. Ну, мы ночью как-то, мы поселки-то... Мы же поселки-то не... Ну, все равно, вот в нем пока светло-то, видно, что это, умирают. Лес отсюда продолжают вывозить не в таких масштабах, как раньше, но на тех же лесовозках. Иногда их забывают на путях, точнее, на пути, у пассажирского состава, как случилось и в этот раз. Сейчас поделим. Что, может быть? Да, там, тупичок у нас есть на Бабушкино. По выгрузку ставят лесовозки. Лес выгрузили, он лесовозковый выкатился. Ну, возможно, на стрелочку, наверное. Сейчас посмотрим. Если на стрелку, то все стрелки кирды будут. И мы не проедем? Мы на осмотреем. Пока. Да? Что, степлянся или что? Так, накати на башмак. На небольшой станции Угольная приходится задержаться. Тепловоз отцепляют от основного состава. Машинист, его помощник и главный кондуктор уезжают вперед на разведку. Простой немного вмешался и в планы Сергея. Он ехал за поездом на своей дрезине. Жители окрестных поселков уже много лет собирают железнодорожный транспорт сами, из подручных материалов. Их называют пионерками. Когда-то в Союзе выпускали дрезины для узкой колеи такой марки. Вот название и приклеилось. Люди ставят на пионерке двигатель от мотоцикла и получают личный ЖД-транспорт. В гости, знакомых. Долго вам ехать-то на? За ним поеду. Без него 20 минут. А за ним быстрее? Наоборот. Дальше? Что, поснимать, а поеду. Ну, нигде, нигде не это, да хоть тут это, маленько. А не дует, когда ездит? Нет, как мы ездим, только в этом. Когда прохладно, уже все. Своей машиной Сергей гордится и соглашается покатать по соседнему пути туристов, которые вышли из вагона на шум. Бесплатно, хотя ему предлагали хорошие деньги. А это что вы видите? Это-то легкое, а там-то тяжелее. Подождите. Готовы? Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, зайдем. А в одного как ее перетаскиваешь? Получили? Пока туристы катаются на дрезине, машинисты и его помощники убирают с пути застрявшего лесовозка. Нет, на палку. Да, дальше. Оля, время идет. Палочку подглаживай с той стороны. Все. Им повезло. Платформа, которая выкатилась на путь, не повредила стрелку. И это значит, что состав, чуть выбившись из расписания, может продолжить движение. С 97-го года я уже конкретно работаю на пассажирском. Не слажу уже всего. Где болтанет, где тряхнет, это уже знаем. Где прибавить, где убавить, это все знаем. Ну, бывает, едешь уже что-то раз, бывает новое, где-то перекос новый появился. На узкоколейке Владимир Голубев работает с 79-го года. Как вернулся из армии, закончил железнодорожный Алапаевский колледж и устроился. В одном из поселков, где когда-то была станция, он родился и вырос. Ничего нет. Только одни остовые остались, что где-то были какие-то дома. Даже интересно. Вот так вот про себя думаешь, вот так вот начинаешь жизнь обратно перелистывать. Думаешь, люди жили, к чему-то стремились, сейчас ничего нет. Как называлась станция, где вы родились? Панчин. Каждый раз, когда есть семьи, вы переживаете? Ну, что-то такое есть, ага, щелкает так. Здесь вот я перец высадил, это рассада у меня, помидоры, все просится, короче говоря. Это дом Владимира Волопаевский. Он пустил нас к себе в гости за пару часов до отправления состава. Владимир живет один. В перерывах между рейсами занимается огородом и перестраивает старый дом. В августе приедете, такие помидоры нарастут. Есть помидоры, растут грамм по 400, врать не буду. Это какие-то помидоры старинные такие. Это отец еще у меня брал у какой-то женщины, и я вот это семя все храню. Он как-то любитель был эти помидоры садить. И сейчас вот под старость почему-то у меня вот это желание такое возникло тоже. Еще он ездит на охоту. Я долго искал заграничное красивое ружье. Я люблю по лесу идти, чтобы у меня душа пела. А душа у меня поет тогда, когда у меня красивое ружье. Я не собираюсь там что-то добыть или еще что-то, но я прошел по лесу. Но если у меня за плечом красивое ружье, то я вообще у меня душа поет, елки-палки. Он мог бы сейчас уже быть на пенсии, но ее, говорит, не хватит, чтобы жить так, как хочется. Плюс младшая дочь еще учится, ей надо помогать. Я даже не представляю, как на одной пенсии сейчас жить. А если бы как, в советское время у меня отец заработал 132 рубля. И он еще мне помогал. Он еще помогал мне. Когда вот булка хлеба у нас стоила 20 копеек. Стабильно, если она колбаса была, 2,20. Она была и в Алапайске, 2,20. И в Ленинград приедешь, она вам тоже 2,20. И вот этой пенсии 132 рубля прекрасно хватало. В дороге выяснится, что есть еще одна причина, по которой Владимир продолжает работать. Вот так вот на Алапайск приедешь, утречко, в окно выглянешь. Выходят бабушки старые, выходят дети, выходят мамы с колясками. Что-то же чувствуешь, что устроишь. Людей не дешь, правильно? Что? Как не чувствуешь? Конечно же. И его напарник Алексей тоже всю жизнь на узкоколейке. Закончил тот же Алапайский колледж. Это он перед отправлением брал у почтальонов почитать газету. Он вообще оказался в курсе всех новостей. Я спросила у них, что они обсуждают в рейсе. Вылилось это все в дорожный спор о политике. Телевизор увидели, да и все. Я слушал Украина, конечно. Жириновский выступал вчера, позавчера. Вы Жириновского любите? Я всегда за его партию голосую. Вот фильм посмотрите, о ж путинского режима. Там три серии. Они давненько уже. Вот так. Очень интересно. Я Путина поддерживаю, я лично. Я за Путина. Я бы согласен был, чтобы он еще один срок проруководил. Мы только сейчас почувствовали, что мы Россия, елки-палки. Не запинанные какие-то, ничего. Я чувствую, что мы Россия. Постановление. Это Путина выходило, что всем телевидение, это бесплатно, это как оно повышено. И где оно? Где оно? Все забили на него голову. Вот и все. Пока он сам не приедет, никто не потешит. За этими разговорами через лес и болото мы доехали до первой станции почтового обмена – Ельничный. Это не ее эти так скотки, это нет. За ящик. Местный почтальон заберет газеты и письма, чтобы разнести по своему селу и развести по оставшимся в округе. До свидания, до свидания, удачи. Ну, вам счастливо. Все это на любительские камеры снимают туристы-ураловеды, которые случайно оказались в одном с нами рейсе. Есть такой агрегатор новостей, интересных мест и, в принципе, людей, которые изучают Урал. Он называется Ураловед, да, все Ураловеды. Среди них есть человек, который до поездки рад особенно. Максим представился ником Трамвайчик. Он водитель трамвая в Екатеринбурге. И настолько увлечен своей работой, что хранит фотографии любимого вагона в планшете. И может рассказать про отличия тепловозов и вагонов разных марок. Я в целом увлекаюсь железнодорожным транспортом. То есть, будь это трамвай, метро, сузская колейка, обычные какие-то поезда, не важно. То есть, в принципе, все, что ходит в Паренце. Может, это как-то с этим связано, не знаю. А за границей вы бывали? Да, за границей бывало. В Турции ездила, на трамвайках. А вы радовались, что вам удалось на трезине покататься? Да, я еще хочу, еще кого-нибудь уговорю. Думаю, если заплатить кому-нибудь не откажут. Ребята собрались в это необычное путешествие через социальные сети. У них с собой палатки и спальники, запас продуктов. Потому что там, куда они едут, гостиниц и круглосуточных магазинов нет. Ну, трамвайчики. Только в лесу. Трамвайчик. Лесной трамвайчик. Ну, вы бы смогли бы таким транспортом пользоваться, наверное, раз в неделю, как местные жители? Или это вот такая, просто экзотика посмотрела, уехала и живу себе дальше в городе? Как обычно. А есть ли выбор? Да, мы каждую неделю ездим. А в принципе, что такого, если здесь постоянно ходят, если все организовано, депо есть, если все ремонтируют, почему нет? Да, наверное. Я не думаю, что они каждый день ездят, потому что совершенно очевидно же, что тут куда-то на выходные, наверное, ездят, к родителям. Да, и каждый день на работу ездить не будешь? Ну. После шести часов качки и общения с местными, кажется, сам становишься частью этой дороги. Здесь все друг другу готовы помочь. На предпоследней станции Муратково туристы помогают дедушке собрать велосипед для внучки. Он просто туго. Нет, я говорю, включи у нас. На последнем перегоне доконечный работник почтового вагона Галина Георгиевна подбрасывает дров в печь. Ночи холодные, а ехать обратно еще семь часов. На конечной станции Санкина они сдадут последние коробки и проведут последний обмен. А вон они, здесь надо, да? Да, это со склада. Время и роспись. Так, а время? Вот здесь. Вот здесь время. 0,1, 10. Да. Произошел обмен с почтовым отделением. Мы отдали почту, которая сюда пришла. От них забрали все, что пойдет куда-то дальше. Завтра утром за нами придет машина в Алапаевске. Мы увезем это все на почту. А там уже пойдет поэтапно, что куда. Обратный рейс пройдет для них спокойней. Выходить к обмену уже не надо. А мы остаемся на конечной станции Санкина, где должны встретиться с местным главой. Он обещал свозить нас на пионерке в тупиковый поселок Калач, где осталось всего 12 семей, нет связи, а электричество дают по расписанию. Но это уже в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры предоставил DimaTorzok Водительское удостоверение не ниже категории B. Обращаться улица Лазо 6А, кабинеты номер 5 и 10, телефоны 98207-8923-625-0550. Полиция Междуреченска примет участкового полиции, инспектора ДПС, полицейского патрульно-постовой службы, следователя, оперуполномоченного. Обращаться по адресу проспект Коммунистический, кабинет 304-305, телефоны 9807-981-93. В компанию «Регион-42» для работы на участке Березовский и Альжирасского месторождения требуются механики автоколонны, зарплата 75 тысяч рублей в месяц, водители карьерных самосвалов «Белаз», зарплата до 100 тысяч рублей в месяц, машинисты автогрейдера, зарплата 50 тысяч рублей в месяц, телефон 8906-935-2371. В караоке «Бар-Глотка» требуется официант, телефоны 2-82-67 и 8-999-431-71-28. Сервисная компания «54» примет водителей грузовых автомобилей, начальника автотранспортного участка, слесаря по ремонту автомобилей, телефон 8-960-918-3910. В строительную компанию требуется сантехник, электрик, отделочник, штукатур, установщик окон, кафельщик, установщик дверей и натяжных потолков. Телефон 8-951-619-86-51. Мы поднимаемся в Тулкинские гольцы. Почти на самую вершину горного хребта. Мы идем именно туда, где 28 февраля 2012 года в объектив нашей фотоловушки попался снежный барс. Это были первые кадры уникального, редкого хищника в Восточном Саяне. Тогда в нашей иркутской группе исследователей работало три Дмитрия и Сергея, который и дал этому ирбису имя Димка. У нас Димка обычно подходит к этому месту и не встает. Он не встает вот так, а чуть-чуть приподнимается. По рисунку, по-моему, это другой зверь. То есть сразу видно, что размеры меньше. Да, на паузу нажмем. По рисунку на лапе четко видно, что у Димки нет такого рисунка. То есть это другой зверь. А Димка перед ним когда последний раз здесь был? Ну, Димка прошел несколько месяцев назад. Последний проход был его в январе. Вот как раз вот они, вот эти вот кадры его. Ну и, кстати, здесь появился еще один барс. Вот тоже сделали, так сказать, сравнительную фотографию. И вот по рисунку пятен, вот, допустим, на лапе можно четко понять, да? Ну да, конечно. Что есть различия, да? Ну и, кроме того, у Димки четко видно вот тут вот небольшой шрам на носу. Здесь вот его нет, этого шрама. Вот это вот старые архивные кадры. Вот видно рисунок уже как бы отличается. Ну да, паразит. И вот видишь, как он встает? Чуть-чуть пристает. Ну, отличная точка съемки, что гребень, видать, маркировочное место и всего зверя. Установка в горах камеры наблюдения за дикими животными, в народе называемых фотоловушками, дело хлопотное. Зато правильно установленная в нужном месте ловушка способна много рассказать о жизни диких животных. В большинстве случаев звери и птицы, хотя и обращают внимание на небольшую пластиковую коробочку, ведут себя вполне естественно. Камеры, установленные в местах появления снежных барсов, запечатлевают не только ирбисов, но и других редких и осторожных животных, таких как алтайский улар, кот ману или кабарга. Ловушки работают и днем, и ночью, и дают исследователям не только новые факты из жизни диких животных, но и много положительных эмоций. Горная ока Так поэтично называют свой район местные жители – пастухи, охотники и рыбаки. Потомки древних кочевников, сайотов и бурят, они и сегодня пасут свои стада – овец, коров, яков, табуны, лошадей. Говорили мне, дат рождения известно, когда лед тонкий-тонкий вставал в том месте, на реке Оки. Мама весь спасла колхозных, а мы с сестренкой все, с малых лет их пасли, пасли. Этих коз много было. Козлиные скалы называются. Тут есть козлиные скалы, в Шарзе там козлиные скалы. Сто голубь там где-то, восемьдесят голубь где-то. Было нормальное? Нормально. Очень много было их. Снежного барса я не слышала, только слышала. Говорили, что старики говорили, что о нем плохо наговорить. Хранили в бескрайних гор. Молились. Для большинства местных жителей встреча с дикими животными является делом обыкновенным. То горные козлы пасутся на скалах прямо возле дороги, то лисица мелькнет в свете фар, то волки. А вот встречи со снежным барсом могут похвастаться немногие. Поэтому новость о случае с Бандыном Галсановым в начале девяностых годов прошлого века облетела весь район и даже попала в районную газету. Тогда осень была, мы твоим братом в ходу белковать хотаку хотели попасть. Собаки побежали туда, вверх поднялись, начали лаять. Снизу смотрю, там какой-то зверь ходит, но вот такой, где снега нет, переливает, не видно почти. И вдруг он на снег выходит, ну, голомит. А там такой пушой зверь выходит. Ну, подумали, мы думали, тигр, а этот оказался ирбис. Ну, мы не хотели стрелять, и думали, пусть ходит. И обратно. И все же, для большинства акинцев снежный барс – это что-то очень далекое, запредельное. Больше мистическое, нежели реальный дикий зверь. Мы, вот, местное население, в районе Советы, тут живем, мы поклоняемся горам. Ну, и как бы у нас хозяин гора, вот, материальный, является вот снежный барс. Местное население больше знает об амурском тигре. Чемит Аюрович из тех немногих людей, которым чужие проблемы так же близки, как и свои. Желание помочь иркутским исследователям, которые приезжают в Аку на поиски снежного барса уже много лет, зачастую отодвигают на второй план о заботе о домашних делах. Февраль. Наш путь лежит в Большой Саян, в верховье рек Сархой, Теса, Жамбалок. Для исследователей важен каждый штрих, каждая деталь всего, что касается жизнедеятельности снежных барсов. Направление и характер следов на снегу, их размеры, периодичность проходов зверей, наличие пахучих меток, поскребов и экскрементов. Все эти находки, все новые факты не должны ускользать от внимания опытных следопытов. Установленные здесь ранее автоматические камеры в очередной раз подтвердили, что ирбисы постоянно обитают в этих горах. За месяц работы ученым удалось найти следы снежных барсов и даже услышать его громкий призывный рев. В 2017 году, благодаря финансовой, информационной и технической поддержке Всемирного фонда дикой природы, фонда «Мир вокруг тебя» Корпорации «Сибирское здоровье» и помощи местных жителей, состоялось пять экспедиций в горные районы Восточного Саяна. Каждая такая экспедиция – это тысячи километров на автомобиле, сотни пешком, на лошадях, на лыжах, по горным рекам. За год фотоловушки поймали в Бурятии девять снежных барсов. Из них четыре самца, три самки и два котенка в одном выводке. Мы ежегодно подтверждаем около десятка зверей. То есть документально с помощью фотоловушек, изображений. То есть это говорит о том, что здесь обитает группировка снежного барса. Не один, не два, а несколько особей. Десяток особей – это довольно неплохая группировка. Кроме того, среди этих зверей мы фиксируем самок, в том числе самок с котятами. Восточно-саянская группировка снежного барса, она имеет выраженные особенности генетические. То есть это подтверждено лабораторно. Это говорит о том, что, во-первых, она имеет определенную степень обособленности. То есть живет сама по себе, если так простым языком сказать. И говорит о том, что живет она сама по себе уже весьма продолжительное время, раз это имеет отражение даже в генах. То есть это критерий значимости региона, значимости местной группировки снежного барса в вопросах его сохранения. Снежный барс – это действительно обособленная местная локальная группировка, которая не имеет подпитки, во всяком случае какой-то мощной подпитки, в соседних областей. Это хороший факт, который позволяет дать лишнее обоснование в пользу создания здесь заповедника для снежного барса. Потому что огромная территория и ни одного заповедника. Все эксперты в один голос заявляют об уникальности восточно-соянской группировки снежного барса. К такому выводу ученых приводит анализ данных, полученных с помощью фотоловушек и сопоставлений их с результатами исследований биопроб. Все остальные российские группировки снежного барса пополняются особями, приходящими с территории соседней Монголии. Здесь наоборот. Группировка Ирбиса в монгольском Прихупсугуле подпитывается российскими зверями. Понятно, что для снежного барса границ не существует. Но они существуют для нас, людей, на которых лежит ответственность за сохранение редкого хищника.